СОЮЗ НЕРУШИМЫЙ СОЮЗ НЕРУШИМЫЙ Магомед Камиль Абдулаев, это директор детской школы искусств Хасавюртовского района республики Дагестан. Добрый день. Добрый день. Здравствуйте. Друг и родственник, сказали нам представить еще одного гостя, друг и родственника Магомеда Камиля Абдулаева, Абдулла Гаджи Дайтбегов. Добрый день. Здравствуйте. Добрый день и вам. Может быть, сразу с музыки-то и начнем, потому что я вижу, что вы пришли именно с инструментом. Давайте прямо сходу что-нибудь исполним, что на душу, как говорится, ляжет. А потом уже я расспрошу вас о том, что за инструмент вы принесли, какое значение он имеет в республике Дагестан, его история, его корни. Но в первую очередь хочется, конечно, послушать звучание, чтобы особым колоритом наша сегодняшняя встреча наполнилась. Пожалуйста, Магомед Камиль. С удовольствием. Да, давайте, давайте, послушаем. Я бы хотел исполнить песню слова Магомеда Гунашева, народного поэта Дагестана. Слова называется «Трудно в душе, когда красивые женщины стареют». Песня называется. «Трудно в душе, когда красивые женщины стареют». Слушайте, как глубоко, а? Музыка Мазаги Пашарипова. Музыка Мазаги Пашарипова. Музыка Мазаги Пашарипова. Музыка Мазаги Пашарипова. Продолжение следует... 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 еще 18 лет в прошлом году позапрошлом году было 2000 лет это дербента самый старый этот самый считается в России дербент а в дербенте нашли вот этот инструмент пандур до основания дербента надо считать да он еще был изготовлен 2000 лет уже считаю уже есть да а этот инструмент чуть меньше точно вот такой же пандур она находится в музее дербенте находки давнишние инструменты конечно у нас горных аулах собирались аксакалы там кто-то баран режут, кто-то бекарь режут и певцы всех певцов собирались по кругу я сам проходил этот пандур пели, они на этом инструменте очень ценили сейчас в последнее время молодежь перешли на Ямаху на другие инструменты на современные электронные цифровые да вы имеете ввиду я-то обоим сыновьям тоже у меня двое сыновьям обоим сыновьям тоже подарил и по одной внукам тоже чуть поменьше их чтобы остались у них памяти чтобы у них дома был если кто играет, кто любит тот же, когда заходит чтобы руки взяли чтобы музыкальные традиции народа помнили, чтили, понятно а что касается вот этого инструмента его история где, кем он был изготовлен сколько ему лет, на котором вы сейчас исполнили песню это инструмент у него в Дагестане есть две мастера которые вот эти делают то есть так просто в магазине не купить это только лишь у мастера надо заказывать он изготовит и так далее да, в магазине они с фанерой заклеены такие, как это самое не такие тоже это самое где-то в зонах делают ребята вот в Шамхале там у нас в Тюбе эти ребята в тюрьмах в тюрьмах ну и да, в исправительном учреждении а такие настоящие пандуры которые делают остались сейчас два человека которые я знаю здесь не через оттель это идет просто вот обработка да, да, да и история ее как я в начале еще до начала передачи тоже говорил один бедный человек поближе все-таки микрофон один бедный человек улюбился богатую из богатой семи девушек вы расскажите, да, пожалуйста эту легенду что вы знали слушайте был один дерево и один козел все время у него только мечта была на этой девушке жениться и думал в дальнейшем жить у нее будет она была не из простой семьи не из простой семьи из богатой да и она выходит замуж за другого это время он рубил своего это самое единственное дерево и с него делал вот такую фигуру пандур зарезал козу сушил кишки вместе лески он тогда и говорят лет где-то сто тому назад тоже из козлини кишки делали вот эти струны тоже как раз для пандора вот так специально сделал и он спел одну коплет про нее не твоя вина это моя вина что я родился оказался такой бедным твоим родителям захотелось чтобы ты попал богатым семьям ну тебе счастливой дороги удачи он ей тоже пожелал как это на аварском говорит это трудно переводится но смысл вот моя судьба вот такая моя судьба он песню спел и вот с того времени мы тоже нашли эти пандоры где-то домокультурах я играю на балалайке играю на хамусе играю немножко для себя на аккордеоне и на этом пандоре тоже основной инструмент на котором вы учились играть все-таки как руководитель детской школы искусств я на этом пандоре на пандоре с какого возраста вы кстати играете я когда с пятого класса играл на балалайке с пятого класса это примерно ну лет 11 да получается 12 11 11 11 11 художественные мероприятия со школьниками я играл на этом балалайке и тогда у нас как был сельский и школьный в селе концерты к первому маю к 7 ноября ну это везде по всей стране это было по всей стране сейчас тоже традиция сохраняется потом с балалайки я перешел взялся за пандор три струны вам показалось много вы решили к двум ну балалайкой я основной пользовался вот когда девушки женщины поют с ними изучение для женщины этим балалайкой аккомпанемент балалайка пандур это настоящий мужской инструмент еще не когда женщины по сами не играть и не поют у нас только это мужской инструмент только мужчине разрешается брать в руки разрешается женщина есть две женщины которые ездят вместе с пандуром даже на конкурсах звучит мой пандур там даже одна женщина первое место заняла на конкурсе на конкурсе с гумбетов с краевна разрешает ну вот две женщины на пандуре которые поют но они наверное в дагестане популярные женщины все наверное знают все все знают они раньше пели на этом гармошке сейчас там столько стали на гармошке так они они решили выделиться чем-то да специфическим таком и таки мы вернулись вот к традиционному такому инструменту которому более двух тысяч лет как мы выяснили да точно видимо дату невозможно уже установить пару тысяч лет это точно конечно расскажите пожалуйста про детскую школу искусств в Хасавиртовском районе Дагестана который вы возглавляете вы сказали до начала передачи что у вас есть известные коллективы которые путешествуют радуют своим творчеством и жители нашей страны и за рубежом тоже бывают расскажите я работаю с 2011 года с декабря месяца директором детской школы искусств до этого работал заместителем начальника управления культуры Унсукульского района то есть вся ваша жизнь можно сказать вот в сфере культуры с 80 1986 года 13 ноября 32 года 32 года уже прошло культуре и детских я постарался улучшить до меня был сейчас он у меня заместитель работает у Хумая Курахмад директором ну я взялся за этой школой и показал в республике результаты потом министерство культуры начали нас отправлять и в Сочи мы ездили и в Владикавказе поясните пожалуйста какие результаты мы имеем ввиду потому что людям не посвященным может быть неясно сейчас у меня в школе национальные танцы народу Кавказа на танцы сделана ставка обучение ребят как раз по хореографии и начали этот пригласить соседние республики Чечня Ингушетия Осетия на всероссийских фестивалях мы в Сочи в 2014 году взяли первый этот гран-при всероссийский фестиваль в 2014 году в год когда Олимпиада была да перед Олимпиадой и после этого мы были приглашены в Турцию не успели мы с ограниченными паспортами с детьми поехал туда ансамбль Хасаю другие ваши коллеги в общем поехали да в Белоруссии были мы в сентябре с 10 по 14 число выступали 4 Дни Белоруссии Российские Дни Белоруссии 39 регионов и Россия и Белоруссия да ездили мы в Италию Ого в Рим приглашали тоже приглашали тоже Российские Дни в Италии и хорошие результаты два ансамбля ансамбль Дружба ансамбль Радуга детских ансамблей занимается у нас вот это как раз школа искусств Хасаюртовского района да то есть где-то искать наводить справки то именно это и нужно иметь ввиду да наше главное это такой возможности мы находимся у нас учредитель муниципально образования Хасаюртовского района у нас такое муниципальное учреждение образовательное детское муниципальное учреждение как и у нас в городе собственно и у нас глава администрации Джамбулла Чапиевич Салавов он человек заинтересован и в культуре очень мы даже можно республика сказать как у нас такие формы снабжения обеспечения с инструментами и других этого нет нам все возможности нам он дал и нам примерами остается детям танцера молодость Дагестана рядом с нами дети могут любое время заходить посмотреть их репетиции смотреть поэтому у нас престижи есть хореография у нас все заслуженные работники которые танцевали молодость или изгиньки они у вас преподают преподают работают да вот чтобы сравнить как детская школа искусства выглядит ваша родная школа чтобы с кировскими как-то сравнить это отдельно стоящее здание насколько большая площадь при Рамазане Гаджимараджи Абдулла Теппе у нас был построен очень со временем центр традиционной культуры народа России и рядом же такая же типовая школа искусства здание для школы искусства один из лучших зданий в республике у нас все условия одно из лучших зданий в республике я не ослушался одну из лучших зданий под детскую школу искусства да это конечно заслуга нашего главы района Джамбулата Салова все санитарные состояния все условия любые репетиции репетиционные залы к детям раздевали гардероб душевые концертный зал есть полноценный с хорошим оборудованием все есть все инструменты есть никогда не было чтобы чем-то не нуждались вот коллеги мои когда приезжают с других районов с Баба-Юртовских Новолахских они говорят что здесь не работает у вас все есть это из-за того что мы у нас очень много приезжих бывает при командировании работников внутренних дел их городки мы ездим туда и провожаем мы через 6 месяцев бойцов когда у них заканчивается командировка служебная часто и не смотрим полевых условиях где у них палаточный городок дождь будет снег будет дети танцуют только так вот бывает удивлены в этом за то что есть такие успехи и глава говорит вот когда мы в Сочи ездили смету когда предъявляем смету он от себя еще говорит дети говорят любое время могут быть голодными холодными от себя лично отдает сколько это сумма денег тоже это говорит на дагестанском это садака детям они говорят нас радует они говорят наше будущее от чистого сердца еще вкладываются наши дети молодость дагестана 50% состав выпускники нашей детской школы искусства оттуда и передаются и лезгинку тоже молодость дагестана напомнить это уровень республиканский коллектив да да коллектив министерства культуры да известный один из известных дагестанских коллективов творческих и пять лет занимаются у нас и сразу они заочно поступают учиться молодость это работают танцуют 15 лет даже на стаж это самое уходит наше обучение 15 лет они выходят в пенсию 15 лет трудовые трудовые стаж у них 15 лет нагрузка в школе очень много детей искривлением позвоночника сутули назначение врача плавание или танцы таких очень много детей только 613 а филиалы они филиалы тоже здесь же в Хасоветовском районе находятся ничего себе были времена когда больше было или это постепенно цифра растет она с годами двенадцатом году когда я пришел где-то около 120 было так вы практически в 5 раз вы получаете при вас увеличился новые условия когда я сами создали с других школ там и в городе были школы и другие школы городские а мы районим о том что находимся в городе просто у нас условия не платные абсолютно бесплатно для всех желающих с какого возраста берете ребят мы с 6 до 15 неограниченное количество двойных нагрузках работает хореограф дело такое дети главное их привлекать к чему-то художественному музыкальному привлекать чтобы это время у нас самое такое время было в Дагестане и с деревчатками и ненужными делами занимались рядом который проходит хореограф и преподаватели нам августовском совещании были предупреждены чтобы не ограничить количество приема детей сделайте все чтобы дети были заняты есть желание хотя бы небольшое желание все пожалуйста бери будем работать рядом со школами иногда дети идут танцевать мы показываем в разных школах и говорим если у кого есть желание приходите нагрузка есть на хореограф мы премиальные печи зарплату их не обижаем на должном уровне стоят на должном уровне так у нас сейчас будет небольшая пауза я напоминаю что это программа союз нерешимый и мы разговариваем мы слушаем замечательный дагестанский инструмент струнный который называется пандор директор детской школы искусств Хасавертовского района республики Дагестан Магомед Камиль Абдулаев у нас в студии его друг родственник Абдула Гаджи Дайдбегов продолжим буквально через полторы минуты продолжается программа союз нерешимый Магомед Камиль Абдулаев директор детской школы искусств Хасавертовского района республики Дагестан поющий и играющий директор школы искусств и Абдула Гаджи Дайдбегов друг и родственник давайте что-нибудь еще Магомед исполним пожалуйста мы обещали что-нибудь энергичное такое может быть зажигательное зажигательное ну как настроение в общем у вас Пандор напомню звучит в нашем эфире «Магомед Казахстан» «Магомед Казахстан» «Магомед Казахстан» «Магомед Казахстан» Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Дима Торзок 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 Уже? Это в каком возрасте уже заслуженному присваивают? 20-20 с небольшим, что ли? 19-20, 21-22. Ничего себе. Очень такие элементы. Насколько почетно так для понимания стать заслуженным работником культуры? Это очень дорогого стоит, да? Да. Вот у нас в Хазиартовском районе это самый многонациональный район считается она. И один из крупных районов в Европе она считает не то, что в Дагестане большой район. У нас национальный коллектив. Разный. Кумиксский. Мы представляем в республике Чеченский Майдан. Чеченский. Потому что Кумиксский, Збуйнакский район, Бабайортовский район есть. Русский, Майдан, Кизляр. Мы представляем Чеченский Майдан. Ну, все национальности у нас и Аварский, и Кумиксский, и Чеченский, и Даргинский. У нас все нации в Хазиартовском районе проживают. Поэтому у нас есть такие ребята по всем нациям. Очень талантливые молодежи. И всем равные внимания уделяете? И всем равные внимания. Да. Все в равных находятся условиях. У всех одинаковые возможности. Так. Ну, а что касается Пандора-то. Есть возможность в школе искусств, в которой вы руководите, освоить этот инструмент? Насколько он востребован? Я вот в следующем году хочу, в этом году я шесть Пандора получил, заказал. Вот так как этот мастер заболел, еще четыре Пандора у него заказал. Хочу в следующем году организовать кружок Пандора. Кружок. Ну, или класс, да? Да, класс. Класс, соответствующий инструментам. Вот именно на этом. Сами будете обучать? Есть у меня знакомый преподаватель. Вот у меня-то время мало будет. Я сам их обучаю. Ну, вы как на административной должности, да, на руководящем? Да. Есть такие, которые очень хорошо играют. Просто у них нет образования на этом. Преподаватель, например. В этом году они поступили, они уже заочно в колледж культуре и в соответствии с подзанимаемой должностью. В следующем году хочу, чтобы этот инструмент не забыть молодежи. Хоть из десяти человек трое хоть выйдут, и то успех. Да хотя бы один хочешь, давайте там с малого начнем, да. Это уже будет хорошо, да. У нас на Алачху музея есть фортепиано есть, ребята, работают на гармошке, все это есть. Просто на этом инструменте пока не было на Пандоре. И думаем. А еще какие национальные инструменты осваиваются? Или тоже пока планы? У нас национальный инструмент, который исчезает, тоже зурна. Вот зурна. Можно назвать самым известным, самым известным, да, дагестанским народным инструментом зурна? Очень трудный инструмент тоже играет, а на зурна там должен хорошее дыхание, хорошее легкое. Вот этот, есть один-два человека, вот, хотя бы то, скорее, он и только. Он в Сукурском, Ахуахском, хотя бы то, скорее, один человек, который на зурне играет, тоже уже в возрасте. Он говорит, неужели, говорит, мы не можем, говорит, один-два человека научиться на этом привлекать к этой зурне. Вот молодежь просто не хотят. Даже вот эти инструменты в руках держат, они стеснеются сейчас. Почему? Как-то им, вот, привыкли они к этой эстраде, ставили флешку, вышли там. Да, электроника, гаджеты всевозможные, да, тоже берет свою, да. И нагрузка на это, да, вот. Меня приглашают иногда на свадьбу, на день рождения, просто говорите с пандуром, на пару песен приходи. Вот есть такие молодежи тоже, которые хотят вспоминать основные. Соглашаетесь на такие предложения, считаете, что это все-таки важно, услышать вот свой инструмент, да, на празднике? Вот в Нижнем городе, столько лет 25-30 живут здесь, в Нижнем городе ребята. Один ночью мы по кругу сидели, там в гостинице, и время еще 6 часов никому не мешали. Пели такие радостные, такие довольные, все с этим аппаратом. Я когда в Италию ездил, дагестанский врач, Саидвего Джаолдин Гаджиевич, профессор, в Италии время работает. Время работает. Нервопатолог, единственный профессор по позвоночным грижам, любой размер грижи, без хирургического вмешательства лечит. Помогаете? Он вчера ко мне пишет 10-го числа, с 10-го числа на 10 дней приглашен в Москву, один из частных клиник Москвы, буду людей принимать 10 дней. Очень хотел, чтобы ты приехал в Москву с Пандуром. Скучаю я, Пандур. Послушать, да? Да, он радует в Москву приезжать. Хоть высокогорный аварец, он... Ну, я прекрасно понимаю, что на природе, когда горы, когда воздух соответствующий, он по-другому там все-таки слышится. Там такое звучание, что, наверное, ах, просто захватывает целиком и полностью. Ну, и, собственно, может быть, есть планы выступления здесь, в Кирове, организовать. Вот сейчас вы пока только к родственнику приехали, ненадолго. Может быть, у нас же представлена Республика Дагестан, и ваши коллеги работают. Может быть, вы ждете приглашения? Можете поспособствовать, Абдулла Гаджи? Будем работать над этим самым, а это место. Дорогого человека пригласить. Да, но и самое главное, чтобы дети, чтобы здесь выступили, видели вот эти танцы жестные мира, вот. Наверное, бывает, иногда бывает. Это, наверное, помнишь, это было, это, стандартно, что-то, лезнинки, там, где-то, площадях танцуют. Вот эту вещь я не понимаю вообще. Лезнинки – это самый мирный танец. Лезнинки танцуют вообще, когда душа радует человек, и тогда танцуют эту лезнинку. Артут ее назвал инструментальным танцем, так я не понял, откуда, отчувствую, взялось, почему я такое пришел назвать вообще. Не соответствует действительности, конечно, да. Вот это вот здесь вот, по-частью, показатели, вот наши, вот именно, то, что у нас на дистанции, так же, чеченские, там, или, там, азитинские танцы, вот эти показатели, чтобы люди видели. Это действительно культура, но раньше, как-то, это было связано, как-то общались, наверное, побольше, или встречались побольше, не знаю, я сам тоже и учился всегда, там я учился, тоже и суд окончил. Потом и армию, все время, когда 10 классов окончил, все время я тоже бы сказал, пора сел, торпотаюсь. И потом по бизнесу, короче, вылеча, это не было, это нажив, они очень, даже не воспитали, это, ну, там, торгово, торгово, это, по-разному, этим, зацепкам. Поэтому, да, пошел, уже по-другому. Ну, давайте подумаем над тем, чтобы, да, дагестанский коллектив, ребят... ...большие такие деньги до этого, если бы, там, пригласили, там, сколько там, да, 30 сюда, вот, автобус устроят, приглашают, и те сюда, и они радостные, и люди увидели, я думаю, это было очень прекрасно. Но у молодости Дагестана, наверное, жесткий график выступлений, такой, насыщенный. Да, конечно, да, просто, видишь, там, и дорог, это стоит от первых. Ну, конечно, 70 человек, как вы сказали, конечно. Да, они, они, они выезжают, где-то 30 человек, они, они выезжают, в основном, 70 мест, они, вот, в Турцию, когда они ездили в Турцию, там, где-то, около 60, да, масса такой, у них, а так, 24, 12 и 12. То есть, могут усеченным составом доходить, поступать. Да, 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 ясно, ясно. Спасибо, вот так время быстро наше пробежало. Магомед Камиль Абдулаев, директор детской школы искусств Хасайотовской района Республики Дагестан. Спасибо большое, что сегодня у нас в гостях побывали. Удачи вам и сил на то, чтобы развивать вот свое родное музыкальное искусство, да, и давайте подумаем над тем, чтобы кировчане смогли, да, однажды увидеть какие-то творчества, воспитанников. Вам тоже спасибо. Абдулла Гаджи Дайдбегов. Спасибо большое, всего доброго. Спасибо. Союз нерушимый